Я сегодня хочу попроповедовать на жертвотрепещущую тему, которая изменила меня, которая изменила многих людей, которые принимали в своей жизни, обращали на это внимание. Но очень часто, и многие люди, общаясь с ними, я вижу, что они не совсем смотрят в ту сторону, и их жизнь меняется намного меньше, чем она могла бы, и не с такой скоростью, которая могла бы она измениться, если бы они обратили внимание на самое сокровенное, самое их тайное. Это тайная жизнь с Богом! Это тайная жизнь с Богом! Я хочу сейчас начать свою проповедь с самого начала. Это ту Библию, которую читал Иисус Христос, это Ветхий Завет. И мы сейчас с вами входим в Эдемский сад и представляем, что там Ева и Адам, и этот плод запретный, который был в этом саду, было все разрешено, была власть, управляли, все было здорово, но был запретный плод. И об этом плоде они разговаривали, скорее всего, в любом случае. Почему? Потому что Бог ничего не спрятал, Он сказал, когда вы съедите, вы умрете. Когда мы что-то с вами делаем и знаем, что это будет ответственность большая и будет какое-то наказание, если за это мы несколько раз об этом подумаем. И не только подумаем, но и посоветуемся с людьми более авторитетные. Но Адам и Ева не посоветовались с Богом, потому что был запрет на это, и они втайне говорили об этом. И тут приходит змей и говорит Еве, послушай, не умрешь. Она говорит, точно, я получила подтверждение, как мы иногда получаем подтверждение, думаем, что точно это он. Но если пришел человек в нашу жизнь и начал отменять Слово Божье, это не от Бога, это пришел дьявол в нашу жизнь, потому что истинное Слово, оно всегда исполняется. И Слово есть Бог. Когда мы видим это, и когда к нам это приходит, лучше всего, конечно, от этого отстраниться и посмотреть, что говорит Священное Писание. Но они вкушают этот плод, и Ева, вкусив, пришла к Адаму, и мы видим, что он вкусил. У них не было диалога между собой. Если бы они не разговаривали, то Адам бы задал вопрос, послушай, Ева, нельзя это делать, это запрещено, мы умрем, мы все. А она пришла, значит, у них был разговор до этого, и говорит, послушай, я не умерла. Видишь, я живая, и тем более змей сказал мне, что не умрете. Слушайте, очень важно, с кого мы слушаем. Очень важно, с кем мы общаемся. И что после этого произошло? Они побежали и спрятались, открылись их не глаза, и они спрятались. От кого? От Бога. От Бога невозможно спрятаться. Но всегда человек, который грешит, он всегда убегает из церкви, бежит куда-то. Он хочет спрятаться, и он прячется. И я вижу, когда рождаются следующие люди, Авеликайн. Авеликайн. Бог хочет вернуть взаимоотношения, потерянные в Эдемском саду, между Адамом и Евом. Он хочет вернуть тех детей, которые родились от них. И он возбуждает их, чтобы они приносили жертву, чтобы их желание, которое было у Евы и у Адама, были более жертвенны, чтобы они могли пожертвовать чем-то ради Бога. Потому что, не устояв Ева и Адам, они не пожертвовали отношениями ради Бога. Они пожертвовали отношениями ради Бога, и желания их преобладали над ними, и они стали вкушать этот плод. Поэтому Бог начал побуждать их сердца. И мы видим, что Авелик принес угодную Богу жертву, а Каин неугодный. И Бог отвергает ее. И нет, чтобы как с Богом начать диалог или пойти к отцу и к матери, которые знали Бога, знали Его принципы, поговорить с ними, что нужно сделать, как исправить. Он избирает другой путь. Он избирает путь убийства собственного брата. Но он ходит и вынашивает в тайне это. Потому что Бог приходит к нему и говорит, что грех стоит на пороге твоем, но ты можешь владычествовать, потому что я не отнял эту власть от человека. У тебя есть эта власть. И ты можешь приказать всему тому, что пришло в твою жизнь, и отказаться от этого страшного греха, который стоит на твоем пороге. Но мы видим, что Каин избирает совершенно другое. Он убивает своего кровного сына и тем самым отдаляется опять от Бога. От Бога всегда будет отдалять грех. Всегда ты будешь отдаляться. Никогда ты не приближишься, если ты не будешь послушан Богу, Слово Божьим, если ты будешь поступать по собственному своему разумению и те разумения, которые есть в твоей тайной жизни. Бог понимает, что у человека появилась тайная жизнь. И Бог хочет, чтобы эта тайная жизнь, она происходила с Богом, а не происходила в одиночку с человеком, чтобы не остался, и чтобы туда не приходил змей и не подсказывал, что делать, или мысли не возникали, которые братоубийственные ведут, и он помещает себя туда, себя в тайную жизнь. И мы видим в горной проповеди, об этом Иисус четко говорит и подчеркивает это. Давайте пойдем в слово. Матфея, 6 глава. Ну, знаете, перед этим я еще хотел бы привести один пример. Я забыл его привести. Вы знаете, когда он не совсем библейский, когда ангелы жили на земле, и Бог жил посреди людей, Он собрал ангела своим и говорит, слушайте, я хочу уйти от людей. Они уже меня замучили своими жадными просьбами, алочностью и всем остальным. И куда бы мне спрятаться? Один ангел говорит, да под землю спрячься. Он говорит, да я, говорит, я же далеко вижу. Они там сделают машины и проникнут ко мне. Другой говорит, на Луну улети. Он говорит, я, говорит, знаю, они построят сейчас скоро корабли. И улетят, прилетят на Луну, и еще больше будут спросить меня свои жадности и алочные свои просьбы, они будут увеличиваться. И старый ангел ему сказал, знаешь, Господь, спрячься внутрь человека, он тебя будет везде искать, только не внутри себя. И Бог спрятался внутрь человека в тайную его жизнь. И мы видим сейчас в Нагорной проповеди, Иисус сам учит и говорит, это Матфея 6.6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Здесь Иисус говорит о том, что Отец создатель неба и земли. Тот Отец, тот Бог, которому мы поклоняемся, поднимаем руки, и себя помещает в тайную, в тайну, где находится человек. И когда говорит Иисус, это нужно быть очень внимательным. Самая главная среда, в которую поместил Бог себя и делает дела с человеком, и исправляет его путь, это в тайную жизнь. В физический мир Бог воздаёт всё то, что происходит в тайне. Тайный мир, который не видит никто, это наши мотивы, наши желания. Это то, что мы скрываем. Это наши разговоры с женой в спальне. Это, может быть, те разговоры, которые мы едем в машине, кричим на того проезжающего, человека, который подрезал нас, и начинаем смотреть, говорить, животных, козлов, вспоминать оленей и всё остальное. Это тайная наша жизнь. О чём мы говорим в тайне своей? Но Бог говорит, о чём ты говоришь в тайне? Ты таким же будешь явно. Я сейчас тот, который тайная моя жизнь является явной. Понимаете, о чём я говорю? Бог в тайне смотрит на твои поступки. Бог в тайне смотрит на то поведение, которое у тебя есть. И Он, поверь мне, воздаст тебе тайное в явное. Ты знаешь, многие люди, наверное, сегодня обрадовались, сказали, да здорово. Я в тайне мечтаю о служении. Я в тайне мечтаю помочь. Я в тайне мечтаю о большую церковь. Я в тайне мечтаю дать денег много брату помочь, купить дом. Я в тайне мечтаю. Но знаете, я вижу, что в тайне этого нет. Многие люди сейчас говорят, да не дай Бог, чтобы сейчас здесь все узнали, что я говорю о брате или о своей сестре. Да не дай Бог, это выйдет всё. Но я вас уверяю, что это выйдет. Бог тайное сделает явным в любом случае. Поэтому ты сегодня тот, кто ты находишься в тайне самого себя. И ты проявляешься это на видимом мире. И Бог тебе показывает это. И ты обращаешься, и ты знаешь это. Я так же самое, когда начал разбираться с этим, уже несколько месяцев я понял, что моя тайная жизнь, когда я начал её менять, когда на меня матеряться, а я благословляю, она другая. Когда я еду на машине, мне подрезают, я говорю, слава Богу за этого человека, пусть Господь сохранит его, и ангелы понесут его на руках своих, и не приключится с ним ничего. Тогда жизнь моя другая становится. Но никогда я проклинал, никогда я осуждал, никогда я находился в таком состоянии, моя жизнь была совершенно другая. И это явно проявлялось в моей жизни. Знаете как? Я становился таким же, каким я был в тайной своей жизни. И многие из нас именно такие, которые не являются в тайной жизни. Поэтому Бог и помещает тайну. Поэтому Он и хочет, чтобы мы в тайной жизни разобрались сами с собой. Бог хочет, чтобы ты познакомился сегодня в тайне с самим собой. И задал себе вопрос, а кто я в тайной жизни? Кем я являюсь в этой тайной жизни? Что я думаю в этой же тайной жизни? О чем я говорю со своей супругой в спальне? О чем я говорю с ней на кухне? Кого я промываю чьи кости? Как я сплеченчусь с другими? Я вижу, как многие люди со мной сегодня общаются, приходят ко мне и изливают свою... Я не знаю, грязь теперь это мне... Для меня это грязь. Я говорю, брат, остановись, ты что делаешь? Это брат, сестра твоя. Если ты видишь, что он плохой или она плохая, давай поможем, чем мы сможем. А если не можем говорить, давай начнем прямо сейчас молиться. Но ты ищешь кого? Того же человека, который будет вместе с тобой обсуждать, сидеть этого человека. Нет! Я не хочу против вражна идти. Бог меня остановит. Бог меня поместит в такие обстоятельства, где будет очень мне не сладко и будет очень плохо. И я буду исправлять именно сам. Я не хочу, друзья, такой жизни. Не хочу! Я запретил себе втайне думать плохо. Я запретил себе втайне размышлять. Потому что мое размышление сеет семя. А я хочу размышлять о Божьем. И Господь через Библию дает мне эту силу, чтобы я не находился в том состоянии, в котором я находился, может быть, несколько лет и несколько месяцев назад. Поэтому тебе нужно сегодня исследовать свое сердце и посмотреть, а что там в нем. Вы знаете, как я делал раньше? Я раньше, когда еще пришел к молодым христианинам, и я понимал, что у мое сердце я раздражительный. Я понимал, что радости нету, любви нету, мира нету. Все раздражает меня. Все раздражает. Я не знаю, что делать. Я вроде бы что-то там молился, вроде приходил, вроде с пастором чуть побольше отпустит. От пастора отойдешь опять в таком же состоянии, как будто тебе уже с 50, не 50, мне уже 50 будет, 90 лет. И ты идешь еле-еле, сейчас упадешь. Силы нету у меня. Силы нету у меня. Но знаете, что я начал делать? Я начал приходить каждый день домой, ложиться спать и начал размышлять. А был ли я сегодня на Божьей стороне? Либо был я сегодня на стороне дьявола? Где я сегодня пребывал? И когда я начал так рассуждать каждый вечер, я начал понимать, что две недели я был на бесовской стороне с дьяволом, потому что осуждал, потому что мне мешали проезжающие, обсуждал что-то где-то с женой, с братьями, все были плохие. Но когда я только начал следить и начал это убирать, и шаг за шагом, пазлик за пазликом, я становился все ближе и ближе к Богу. И пришел тот день, когда я начал находиться уже в Божьем присутствии, в Божьем царстве. Но это моя тайная жизнь, она и твоя тайная жизнь. Это серьезно, друзья. Если вы об этом подумаете, если вы начнете от этого отходить, исправляться с этим через слово, если сами не можете, найдите помазан человека, который поможет тебе. Но тайная жизнь, она будет явно влиять на твое. И не всегда благословения будут, а зачастую это будут проклятия. Поэтому, Господь, поэтому обрати внимание на тайную жизнь свою, познакомься с самим собой и начни изменять. Речь сейчас идет в первую очередь о вере. Понимание веры является осознание и ценность тайного процесса нашей веры. Что это значит? Евреям 11.1 Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимам. Друзья, вера, уверенность в невидимом, Бог, который живет в невидимом и тайном мире для Бога, это приоритетный мир, ради которого Бог проявляет явное. Бог будет воздавать мне, что я делаю в тайне. Если я верю, что тайное проявление явное в моей жизни, вера это то, что я тайно выстраиваю процессы и ценю их, потому что я точно знаю, что Бог воздаст явно, в тайне. Все, что я делаю в тайне, определяет мою судьбу. Все, что у меня в тайне проявляется, явно, и никуда от этого не деться. Верите ли вы это или не верите, все, что в тайном, скоро станет явным. Скоро вы станете тем, кем вы являетесь. Тайно. Если у вас еще нет проявления, то это обязательно проявится. Послушайте, мы верующие должны выстраивать свою жизнь так, чтобы вся наша тайная жизнь стала явной и прославляла Небесного Отца. Познакомьтесь с собой. Вы то, что ваша тайная жизнь. Филиппийцев 4, 6, 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышление ваше во Христе и Иисусе. Вы знаете, здесь я всегда думал, зачем мне возмущало решение, как не заботиться ни о чем. Но здесь говорит Бог, сперва найди мир, найди мир, мой мир найди. И этот мир тебе начнет воздавать. Если у тебя не будет мира, я есть источник, и этот источник, он находится в мире. А мы порой его ищем, где везде, только не здесь. Вы знаете, это тайна и зальется в мою судьбу, в мою семью. То, что ты станешь в мире, это начнет изливаться на твою жизнь. Знаете, когда проявление и мир это одно из проявлений любви. Если я люблю свою жену, то мне не жалко тратить деньги на нее. Мне даже приносит это удовольствие тратить на нее. Но если у меня нет любви к небесному отцу, конечно, у меня не будет времени. Конечно, у меня не будет время побыть с ним в молитве, прийти какое-то время общаться с ним. Поэтому мы определяем всегда сами, насколько мы хотим возрастать в Боге. И это определение в тайной нашей жизни. В тайной нашей жизни мы там определяем любви. Вы знаете, что такое любовь? Любовь это то, что создало вас. Бог есть любовь в церковь. Любовь создала вас. Но неужели любовь не позаботится о вас? Поэтому и говорится, не помышляйте, не ищите, не надо, найдите мир Бога, и эта любовь придет в вашу жизнь и начнет менять те обстоятельства, которые есть, и начнет сам Бог заботиться о тебе. Аминь. Матфея 12.35 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровищницы выносит злое. Речь здесь идет о человеке, который из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Значит, у меня и у вас есть какая-то сокровищница, Есть то тайное опять, сокровищница это тайна всегда, правильно? Это не видно, это сердце, да, ваше. Это сокровище ваше. И нужно смотреть, а чем оно наполнено. Наполнено ли оно молитвой, наполнено ли оно постом, наполнено ли оно жизнью, наполнено радостью, наполнено служением. Чем вообще сокровищница наполняется? Потому что ваша сокровищница, она и будет являть вашу тайную жизнь. Потому что вы там, в этой сокровищнице, все либо прячете, либо начинаете разбираться, либо начинаете наполнять ее теми делами или теми мыслями, теми поступками, которые вы поступаете. Сокровищница очень важна. И вы никого не подпустите к этой сокровищнице. Никто никогда не подпустит, ни один банк вас не подпустит к своим банковским счетам или сейфам. Никто не подпустит с вас, друзья. Так же и вы никого не подпускаете. Вы так же будете там хранить что злое, что доброе. Но это будет определять вашу собственную жизнь. И вы в этой собственной жизни будете либо получать благословение, либо будете получать проклятие. Поэтому свою сокровищницу всегда наполни. Наполни чем-то, наполни этой добротой, наполни этой любви, наполни этой молитвой, наполни этой заботой о брате своем. Наполни ее чем-то. Тебе чем-то нужно ее наполнить. Вы знаете, я хотел бы привести один из примеров доброго сердца. Мне очень нравится эта история. Я не знаю, насколько она действительно или вымышленно, но она очень характеризует наше собственное сердце. Вы знаете, два соседа жили. Один сосед взял... Один сосед хотел поругаться всегда с другим соседом, а тот никак не реагировал. Тот был добрый, нормальный, прощал, не входил в конфликт. И этот сосед думает, ну я сейчас тебе устрою. Берет самое грязное ведро, наливает туда самые грязные помои, самые вонючие помои. Приносит и ставит возле его дверей. Отходит и ждет, думает. Но вот, сейчас он выйдет, все это увидит, у нас начнется скандал, и я добьюсь того, чего я хочу добиться. Этот человек выходит, смотрит ведро грязное с помоей. Пошел вылил помои эти. Пошел вымыл это ведро так, что оно сияло и блестело близко к новому. Набрал самых сочных, спелых яблок, положил туда, пришел, поставил перед ним и сказал, у кого что есть в душе, тот то и дает. Скажи аминь. Вот так вот можно определить свое сердце, что ты сегодня кому даешь. Сокровищницу нужно строить из поступков, из молитв и добрых поступков. Нам нужно наполнять свою жизнь Богом. Не будьте как язычники, которые в лучшие случаи молятся один раз в неделю. Иисус говорит, это лицемерие языческое. Все, что происходит в тайне, завтра будет явно. Не судите людей. Никогда не судите людей. Иначе будет судимы вы самим Богом. Никогда не суди людей. Суд это не твой. Суд это Божья привилегия. Это у Него. У тебя есть привилегия прощать. У тебя есть привилегия милостивости. Почему? Потому что только у царя, царь может подписать милостыню, помиловать другого человека. Раб никогда не помилует. Раб никогда не будет миловать. Потому что у него даже такой привилегий нет. У него нету такой власти, чтобы миловать. И сегодня ты задай себе вопрос. А где? Кто я? Кто я в тайной жизни своей? И в явной, в том числе, раб или царь. Царь, который милостивит. Который может помиловать другого человека, который сегодня пришел, может быть, в церковь. Он еще не знает Иисуса Христа, не знает Духа Святого, не наполняется ничем. Может, он сегодня пришел с настроением очень плохим в нашу церковь. Найдя здесь, думая, что хоть как-то исправится его сердце. Хоть как-то, может быть, найдется тот человек, который на его грубый ответ, на его грубое сердце даст кроткий ответ, чтобы успокоить это сердце. Он пришел, может, сюда искать. И я уверен, что он здесь найдет того человека, который начнет покрывать это все своей любовью. А не будет тот человек, который начнет кидать в него копья. Вы знаете, когда в Саул Давида кидал копье, Давид не отвечал. Давид продолжал играть на арфе. Сегодня очень важно, чтобы в твоей сокровище не была эта сила, которая могла бы преодолеть все эти испытания, которые придут в свою жизнь. Которые дьявол всегда захочет разрушить, дьявол всегда потащит сомнения, дьявол всегда отдаст того человека, который будет тебя кричать. Знаете, на меня, когда-то здесь я был администратором церкви, и на меня одно время все кричали. Я взял, уже не мог, уже выдерживать это, встал на колени, думаю, Господь, почему на меня все кричат? А Бог сказал, да это я допускаю. Я говорю, почему ты-то, Господь? Ты у меня единственная надежда. Ты моя единственная тайная комната. Ты единственная, где я хоть как-то успокаиваюсь. Я успокаиваюсь, а Он сказал, я хочу, чтобы ты стал человеком, который смог бы покрыть этого человека, который на тебя кричит, своей любовью. У тебя не хватает любви. Я не судов, говорит Бог, хочу для тебя. Я хочу милости твоей. Милость твоя сила. Милость твоя и немощь твоя. Немощь и милость. Немощь и милость. И я тогда понял, и я тогда понял, что в немощах и милости сила Иисуса Христа. И только я так начал делать, все меня стали любить, угощать кофе. Как будто все исчезли, как будто не было никого. Где вы, люди? А Бог говорит, да твое сердце стало другим. Твое сокровищница наполнилась. Это любовь, которая покрывает и излучает. Они не хотят ругаться с тобой, они хотят быть рядом с тобой. Потому что та любовь, которую ты явил и разобрался в тайной комнате со своим сердцем, оно стало выводить тебя на новый уровень. И люди стали, наоборот, получать милость от тебя. Им захотелось быть с таким человеком, как ты. Они потому что стали успокаиваться. Потому что Дух Святой приходит в твое сердце. И человек приходит, разверенный, садится и успокаивает. Мы видим, как приходит Иисус Христос, куда бы он ни пришел. Вспомните эти разъяренный этот человек, которого вообще все убрали. Он жил там в пещерах, в камнях. Они его засунули, отстранили от общества. Всегда лучше избавиться. Родственники отстранили все. Иисус пришел. И что он сделал? Он подбежал к нему и сказал, что ты мучаешь меня. А потом сел и успокоился. Когда Иисус Христос приходит в твою жизнь, какой бы человек ни пришел в твою жизнь, первое, что он начинает успокаиваться, потому что Дух Святой начинает производить свою работу. А если ты дальше с Ним служишь, работаешь, любишь Его, смиряешься. Милость, милость не поднимет тебя на новый уровень, но милость оставит на прежней тебя позиции. И это уже начало твоего пути. А благословения поднимут на новый уровень. И дальше Матфея 19, 21. Не сообразуйте с себя сокровища. А не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, где вороны подкапывают их и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Спасибо. Понимаете, что здесь он говорит? Не собирайте, не сообразуйтесь. Не сообразуйтесь с этим веком. Это значит, не будьте в тех же отношениях с этим веком, которые все. Вы другие отношения построите с другими. Вы по-другому начните воспринимать все. Чтобы ты не был таким же, завтра, какой ты общаешься с своим человеком, кричишь или злишься. Ты завтра будешь точно таким же. Вера – это жизнь в поступки тех, которые никто не видит, потому что я верю, что Бог видит мою жизнь. И я верю, что Бог взвешивает мои поступки, мои молитвы. И вы знаете, Псалтырь 49, 21, 22. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю перед глазами твоими грехи. Грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто такой забывающий Бога? Да это верующий человек. Это человек, который стал дерзким, который приходит и говорит в церковь. Он говорит, послушай, ему говоришь, молись, да я не буду молиться. У меня все есть. Зачем мне это все нужно? Слушай, у меня деньги есть, я могу тебе задать, могу тебе занять. Слушай, если ты такой человек, и тебе Бог не ответил, это значит, что он не такой, как ты. Это значит, что он не такой, как ты, чтобы тебе так отвечать. Но самое лучшее, это если к тебе так обратился кто-то человек, или с тобой так поговорил, самое лучшее зайти в тайную комнату и в тайной комнате склонить свои колени и начать молиться Богу, чтобы он дал тебе силы пройти непрощение, пройти эту обиду, пройти все то, что мешает тебе, то, что хочет выбить тебя из твоего мира. Поэтому не обращайте на таких людей. Вы лучше помолитесь за них, лучше послужите им, лучше прибудьте с ними и спросите, может быть, у них какая-то есть проблема, может быть, семейная проблема, и зачастую нужно помолиться, помолиться за этого человека. Не всегда, может быть, помочь финансово, но помолиться за человека. Матфея 14, 23. И отпустил, как поступал Иисус, мы порой в тайной комнате своей не пребываем. Мы иногда говорим, слушай, ну, верой своей двигайся. Пытаясь сказать, что веры недостаточно, да это молиться твоих недостаточно. Это просто нету твоей тайной комнаты, в которой ты мог бы встать перед Иисусом с Христом на колени, помолиться, получить силу. Тайная комната, она и для того и существует, чтобы ты пришел туда в тайне, в тайне открывал свое сердце. Не оправдываясь, как оправдываются некоторые. Некоторые могут прийти и начать оправдываться. Говорить, что если бы человек поступил бы так, то я поступил бы вот так. А если поступил бы этот человек так, то поступил бы так. Нет, друзья, нет. Это поступил именно ты. Это твоя тайная жизнь. Это твое сердце поступает именно так. Не важно, кто меня окружает. Не важно, кто ко мне приходит. И не важно, как со мной люди поступают. Важно, какое сокровище моего сердца. Важно, какая вера внутри меня. Важно, кто приоритет больше мне. Кому я больше отдаю предпочтение. Той силе и славе Иисуса Христа, чтобы пребывать в Его Царстве. Либо я скатываюсь на какие-то бесовские рельсы. Дьявол всегда будет нас ожидать и всегда будет хотеть нас скатить в какую-то другую, склонить в другую сторону. Он же пришел к Иисусу Христу. Давайте я еще хочу сказать о посте. Пост это очень важно. Это очень важно. Иисус Христос, когда только был крещен Духом Святым, куда он пошел? Он пошел в пост. Он пошел, чтобы быть один, чтобы пребывать одному, чтобы молиться, чтобы подготовиться к земной своей жизни, чтобы искупление пришло. Для этого ему нужно было уединиться. И мы видим все апостолы. Петр уходит, все пророки уходят, они молятся одни для того, чтобы получить от Бога это видение и пойти по нему, по этому видению. И что мы видим, когда дьявол предлагает ему быстрые, очень быстрые чудеса, преврати камни в хлеб. Что такое преврати камни в хлеб? Это быстрое чудо. Все ищут чудес быстрых и пытаются бежать к этим быстрым чудесам. Или он ему сказал, поднял его на вершину храма и сказал, давай сбросься, пусть ангелы возьмут тебя, если ты Бог, и понесут. Это быстрая слава. Но Иисус сказал, нет, я не за этим пришел. Я пришел искупить все человечество. И мне стоит пострадать, мне нужно пойти на крест. Вы знаете, все человечество, есть у них дом, есть у них свое жилье, может быть съемное жилье, у тебя все, что-то есть. Но для Иисуса Христа нашлось место только на кресте. Творение распяло своего Творца. И найдя ему место на кресте, другого места они ему не нашли. Не нашлось места больше. И когда Иисус выходит из пустыни, первое что, от него отходит дьявол, второе, ему начинают служить ангелы, и третье, сила Духа Святого приходит, сила приходит служить. Вот так и мы, если мы разбираемся с тайнами, своими желаниями, своими похотями, страстями, убираем их все, там в тайне, Бога призываем, потому что мы иногда не можем, Бог приходит, берет этот крест вместе с нами и начинает его нести. И тогда ты в силе Духа Святого идешь и служишь другим людям. Поэтому разбери свое сердце. Я благодарю канал Веры 24 и всех зрителей. Спасибо, что были с нами.